всем привет эта команда stand to go и сегодня мы лепим стрит морду да значит я такой захожу в гараж а тут оказывается у меня нету морга а вот она морга точнее мы делаем матрицу для того чтобы умножить потом вот эту детальку и стекло я ее сейчас обклеиваю бумажным скотчем для того чтобы полиэфирная смола не прилипла к пластику ну и чтобы потом и легко снять было детальку мы обклеили скотчем все вроде герметично будем обклеивать ее стекловолокном для того чтобы потом снять и по этой матрице можно будет умножить эту деталь вот такие вот наборчики продаются для ремонта вампиров их обзывали тут полиэфирная смола и стекломат какой плотности он я знаю у меня еще вот подготовлена стеклоткань она даст жесткость и эластичность детали проще потом будет обрабатывать матрицу для идеальной детали если собираетесь делать то же самое обязательно используйте средства защиты перчатки и респираторы так как штука это очень токсично приступаем ну а пока наша запчасть сохнет пока все это делалось я немножко разобрал свой мотоцикл для того чтобы снять заднее колесо и и в итоге зашиповать зашиповать мы будем вот такими саморезами в общем мы берем шуруповерт берем саму покрышку берем конечно саморезы в принципе начинаем ну и получаем вот такого ёжика весь процесс показывать не будем это будет очень долго но результат потом продолжим изготовление стрип морды вот прошли сутки все подсохло аккуратненько извлекаем вот получилась такая вот заготовочка дальнейшем мы будем ее обрабатывать красить и так далее вообще технологии изготовления деталей из стекловолокна я не подробно не буду рассказывать в интернете много информации по этому поводу смотрим что будет дальше в общем ни хрена не получилось с той резиной потому что мы сделали урбачайшую ошибку прежде чем шиповать нужно было ее хотя бы одеть а она вышла чуть пошире получилось что просто зря потраченное время вот мы ее деле сняли при помощи молотка напильника чьей-то матери в общем как-то так поэтому пришлось шиповать уже свою резину которая была в наличии вот вот такой вот ёжик получился на этот раз сейчас мы внутрь проложим армированный скотч чтобы в случае чего нашу камеру просто не протерла и не порвала этим саморезами такой у нас флиппер из скотча армированного который в принципе стоит порядке там 80 рублей вот доставлю с этой покрышки которая до этого и сейчас буду запихивать уже свою покрышку ну вот затолкаю сюда флиппер так это что примерно выглядит ну теперь будем надевать само колесо ну вот уже поставили на место саму покрышку с колесом все собрали но единственное что когда будете если сами бортировать колесо делать это осторожно потому что можно порвать камеру очень быстро поэтому в данный момент мы мучаемся и снова снимаем колесо уже с хонды нужно еще зашиповать переднюю резину так же могу сказать что ну здесь вот саморезы 16 у меня саморезов заднем 25 но уже об испытаниях сделаем отдельное видео все наблюдайте за каналом и за нашими мучениями с этой резины скажи что нет нет